Мы на Майдане были, на Майдане сейчас были частные люди на Майдане, а сейчас мы были сюда, многие были здесь. На Майдане сейчас выскорки-то раздают, флагами люди находятся, подписи собирают за запрет пропаганды. Здесь происходит 20 машин нагнали, семьи нормальных людей закрыли в парке, а столько мужчин закрыли, ну заградили, забаррикадировали в парке, которые исповедуют нормальные ценности. И 20 машинами спецподразделения охраняют 100 гомосексуалистов, наверное половина из которых это иностранцы. Кого тогда дискриминируют? Да никого не дискриминируют, нормальные семьи, детей, пап, мам, мужчин, женщин, которые вышли сюда и деглилировали свою позицию. Вся система МВД работает на 100 гомосексуалистов, половина из которых иностранцы. Как только вы дискриминируют, кто в меньшинстве, кто тут в ущерб, на чьи права покушаются. Покушаются на права абсолютного большинства людей не агрессивных, которые исповедуют просто нормальные традиционные семейные ценности. Это политическая акция, которая защищается и финансируется, и поддерживается иностранным десантом, что является вмешательством во внутренние дела страны, независимого государства. По-другому это никак назвать нельзя. И это позор, как Украина на все это реагирует. Вместо того, что люди не отпускать проведение таких мероприятий нормально, спокойно, провоцируются, организовываются вот такие позорные мероприятия. Цель, я не знаю, какова цель, ну это для всех парадокс, какова цель. Цель, это организаторов заниматься пропагантами на поле сексуальности. Изнасиловать здравый смысл украинцев. По-другому нельзя. Называется насилие на здравом смысл. Это называется сексуальное домогательство граждан Украины, которые отводят, а не хуй здесь не тропы. Они ходят и демонстрируют определенное образование, которое совершенно чушь всем. И это впервые такое решение. Никогда. В предыдущий год это проводят. То есть это ли сигнал какой-то поступил тоже от нашей мыши. Но чем это объяснить? Еще предстоит разбираться, конечно, мы будем писать жалобы. Какому они все это финансируют? Ну, никто не скрывает, что финансируется некие коморганизации в Украине, посольство Голландии, в Украине. Фонда фондами немецкими не было, без названия, скажем так. Ну, не с названиями. Поэтому это иностранное финансовое вливание, которое происходит в направлении таких мероприятий. Для того, чтобы показать, что якобы все украинцы дикари, а вот 100 прогрессивных людей, и мы поклоняем 22 машинами с перховыми, с местопозделениями. А все, оказывается, дикари не понимают, что это демократия права. Гомофобная Украина, которая... Якобы гомофобная Украина. Гомофобия – это страх. Никого страха нет. Гомофобия – вообще искусственный термин, совершенно искусственный термин. Выходят смелые люди, которые, на самом деле, не исповерят, по крайней мере, большинство из них, никаких насильственных иностранений. Они просто выходят, чтобы протестовать против этого. А правоохранительная система государства, которая финансируется на наши налоги, на налоги всех, которых в парк загнали и не выпускают, охраняют иностранцев, которые идут по нашим местам. Не просто идут в мир, а идут в правоохранительную коммуникацию. Просто, может быть, нас хотят так представить в мире, в мировом сообществе, в Украине, вот в таком свете, как мы. Это просто навязывание нам чуждых ценностей. Более того, даже в Европе это считается чуждыми ценностями. Когда в Париже выходит миллион человек на улицу, когда Париж в центре Европы. Таких массовых демонстраций, наверное, в Париже не было со временем. Французская революция 18 века. За 200-300 лет выходит впервые такое количество. Поэтому не надо нам говорить, что европейские ценности – это пропаганда. В Европе все тоже далеко неоднозначно. А нам сейчас вот этот десант спортирует разнообразного рода извращений. Представьтесь, будь ласка. Журналист, основатель движения любого против гомосексуалиста.